МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Траншея с Котлован на улице Зубковой сотрудники РМПТС приступили к замене участка теплотрассы. Штурм с неизвестными. Минобороны показала подготовку мобилизованных в Рязанской области. Шекспировские страсти в рыбном. Если в доме не наточены ножи. Сегодня сотрудники РМПТС приступили к ремонту теплотрассы по улице Зубковой. Напомним, на заседании правительства вопрос о блокировке проезда к жилому комплексу поднимал Павел Малков. По обращениям рязанцев. Сегодня мы получили исчерпывающий ответ. Проезд к жилому комплексу на улице Зубковой в виде траншеи уже вторую неделю. Но на то были веские причины. И пусть это стало отдельной темой на правительстве, аргументы у Елены Сорокиной были железные. Там была аварийная ситуация. По теплу и горячей воде ее ликвидировали. Но в процессе ликвидации аварийной ситуации поняли, что без капитального ремонта участка трубопровода не обойтись. Зимой в любом случае эта аварийная ситуация может повториться. Поэтому приняли решение. Сейчас яму не закапывать. С четверга приступают сотрудники РМПТС к проведению капитального ремонта. Сотрудники РМПТС начали раньше, уже сегодня. Подогнали экскаватор и стали расширять траншею до небольшого котлована. В этом месте, помимо теплотрассы, проходит еще и газовая труба. Ее предусмотрительно перемотали, поэтому осторожность и безопасность сейчас важнее. Тем не менее, объем работ понятен. Сроки две недели незыблемы. Длина трассы составляет 50 метров. Четырехтрубная система, две трубы на отопление, две трубы на горячее водоснабжение. Трасса 1990 года, 32 года в эксплуатации, никогда не ремонтировалась, не капитализовалась. Сейчас мы вскрываем трассу. До конца недели это будем делать, так как еще вручную осуществлять будем шуфрение кабелей сбоку к камере, которая на зеленой зоне находится. Все энергоресурсы, которые наша организация осуществляет, будут подаваться беспрерывно абонентам на протяжении всего времени. Только перерыв на 3-4 часа на переврезку новых трубопроводов. Эту самую переврезку новых труб будут проводить на следующей неделе. Объявлениями на подъездах жильцов проинформируют, когда именно. Так что придется немного потерпеть, но это в их же интересах. Тем временем, к уличному фонарю у пешеходного перехода городские власти добавили еще один с акцентированным светом на переход для удобства местных жителей. Минобороны России на своем сайте опубликовала видео с центра подготовки в Сельсих Рязанской области под руководством опытных инструкторов, мобилизованных обучали городским боям. Подробности далее. Настоящая тренировка условий городского боя это когда неизвестна ни схема здания, ни количество противников в нем, ни наличие тяжелого вооружения. Вот Рязанским мобилизованным поставили задачку с этими тремя неизвестными. По ее условиям, два отделения штурмовиков должны захватить и обезвредить штаб неприятеля. Причем не исключено, что в здании могут быть заложники. Для спецназовцев водное понятно и вполне рабочее, для мобилизованных не очень. Поэтому группами двигаются не спеша. Кто-то наступает на гранату. Роль атакующего противника выполняют инструкторы. Их атаки все-таки больше психологические. Вопли, крики, сирены. В общем, здание напоминает сумасшедший дом. Уже после разбора полетов. У вас вот этот личный состав, который был в тылу, он у вас просто встал. Потому что они, ну вот, они стволы опустили, просто идут гуляют. Граната вот здесь под ноги залетела и просто все стоят, смотрят на него. Просто на нее все стоят, смотрят. Проблема-то была. Большое скопление личного состава на маленьких точках, да? То есть вы начали заходить, у вас много людей, а вы никого не оставили, кто у вас скроет тыл. Понятно? Как сообщает Минобороны, основными задачами отработки эпизода были доведение до совершенства, навыков ведения тактического боя, выработка максимальной концентрации, быстрая расстановка приоритетов и повышение уровня морально-психологической устойчивости. Когда вокруг будет греметь канонада, бойцы должны будут воспринимать грохот как естественный шум. Шансы выжить возрастают в разы. Самые настоящие шекспировские страсти разыгрались в городе Рыбное. Всему виной стала женщина, они поделили ее муж и любовник. Был обычный серый рыбновский вечер. 33-летний мужчина вернулся домой с работы. Поужинал, посидел в интернете. Заскучал. Со скуки, говорит, решил потащить ножи. Начал с бабочки. За дверью жена и любовник. Вместе с мужем супруга давно не живет. Четно требует развод, но мужчина все не соглашается. Это должен был быть очередной разговор о расставании. Пара уединилась в ванной. Женщина просила подписать документы. Мужчина все не соглашался. Любовник спокойно прошел на кухню, где успел покурить. Разговор о разводе вновь закончился ничем. Вышли из ванной, застыли в дверях. Супруг вновь попробовал уговорить жену остаться. Теперь под руку полез любовник. На пол брызнула кровь. Любовник оттолкнул супруга и выскочил на лестничную клетку. Он умер на ступенях до приезда скорой помощи. Мужчина же успел помыть свой нож-бабочку и спрятать его в коридоре. Кровь в прихожей тоже смыл. Затем сел на кухню и стал дожидаться приезда полиции. Спустя какое-то время в дверь постучали вновь уже сотрудники полиции. Отпираться мужчина не стал. Отдал им орудие убийства, свой ненаточенный нож-бабочку. И рассказал им, как все было. В настоящий момент дело как раз направлено в суд. И лишение свободы на срок там уже будет определять суд. Часть первого статьи 105 до 15 лет лишения свободы. Но есть смягчающие обстоятельства. То есть у него есть ребенок несовершеннолетний. И кроме того он способствовал раскрытию преступления. То есть это тоже расценивается как обстоятельства смягчающие вину. Несовершеннолетний сын все это время находился у родителей любовника. Теперь своего родного отца он увидит не скоро. А лет через 10 минимум. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Партнер программы «День города» выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер». Ноябрь традиционно приносит в нашу жизнь ряд изменений. Например, вступил в силу закон, запрещающий вывозить с Камчатки более 10 килограммов красной икры непромышленного производства. А минимальный размер довольства мобилизованным с 1 ноября составил 195 тысяч рублей. Что еще стало другим, расскажем далее. 1 ноября в России стартовал осенний призыв. Его сместили на месяц из-за частичной мобилизации и во избежание дополнительной нагрузки. Продлится он, как обычно, до 31 декабря. К концу года сформируют списки срочников, призывников начнут отправлять по воинским частям. Но, как специально уточнили в Минобороны, в зону проведения спецоперации срочников отправлять не будут. Срок службы в этот призыв прежний – 12 месяцев. Согласно указу президента, в этом году наберут 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем в прошлом году. Гражданам, которым исполнилось 80 лет, в два раза увеличат размер прибавки к пенсии по старости. Сумма достигнет почти 14,5 тысяч рублей. Кроме того, с ноября прибавка к пенсии ожидает бывших работников угольной промышленности, а также летчиков гражданской авиации. Размер доплаты будет зависеть от продолжительности специального стажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием. Увеличенную отраслевую прибавку, как ожидается, получат 36 тысяч работников угольной промышленности и 49 тысяч членов летных экипажей. В России вступил в силу новый стандарт проверки счетчиков приборов учета в квартирах и домах. В документе прописаны требования к организациям. Теперь у компании должна быть аккредитация и сопутствующая документация, где подробно прописана сама процедура осмотра. Новые правила призваны усилить борьбу с мошенничеством. С 1 ноября в России начал действовать зеленый стандарт строительства многоквартирных домов, который разработан Минстроем России. Новый ГОСТ – это 81 критерий, но обязательным для признания здания экологичным будет достижение минимум 16 из них. В том числе речь идет о классе энергоэффективности А и выше, наличии предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. При оценке будут учитываться архитектура и планировка участка, организация управления строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, а также инновацию устойчивого развития. Для получения домом зеленого сертификата нужно будет набрать более половины из максимальных 163 баллов. Количество поддельных банкнот в Рязанской области стало меньше почти на четверть, об этом сообщает Банк России. За 9 месяцев этого года в системе Рязанской области обнаружено 186 фальшивых банкнот. Каждая вторая банкнота с признаками подделки с номиналом 5000 рублей, треть всех подделок – 2000 купюры. Помимо этого, эксперты выявили 25 поддельных денежных знаков номиналом в 1000 рублей, 3 500 рублевки и одну 100 рублевую банкноту. Есть и любопытная статистика по монетам – из обращения вывели одну 5 рублевку. Кроме того, за три квартала эксперты обнаружили всего три подделки дензнаков иностранных государств, две банкноты номиналом в 100 долларов США и одну в 100 евро. По словам специалистов Банка России, при появлении сомнений необходимо проверить купюру не менее чем на три признака подлинности – на ощупь, на просвет и под наклоном. Все признаки подлинности есть на сайте Банка России. Подскажет признаки подлинности и специальное бесплатное мобильное приложение – банкноты Банка России. До 5 ноября в Рязани будет работать выставка продажи икра и рыбы Камчатская. С момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать и приобрести дары Камчатского края. Чавыча, нерка, палтус, тунец, белуга, белорыбеца, а также натуральная икра – это, кстати, гордость продаж. Ее считают по-настоящему царским угощением. Здесь она продается на развес. К слову, именно на этой выставке икру и любую другую рыбу можно попробовать. Прийти сюда может человек с любыми вкусами и желаниями. Рыбку купила, чавыча и корочки, по чуть-чуть всего. Всегда беру. Цена была бы подешевле, еще бы вот такой пакет набрала. Купила икры, витамин омега. Пожилым, наверное, полезно. Когда приезжаю, покупаю, понемножку покупаю. Чавычу, белорыбецу, нам очень нравится. Сейчас это не взяла, взяла другое попробую. В продуктах с Камчатки нет консервантов. Все свежее и натуральное. В ассортименте в торговой точке есть и королева лососевых чавыча. Эта рыба, богата на витамины и микроэлементы, которые поддерживают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы. А чудный запах рыбы от приготовления на натуральном сырье, коре дуба и ольхи, а также яблоневых ветках радует всех покупателей. Слабосоленая чавыча, я уже брала ее. Слабосоленая. Мне понравилось, поэтому я здесь всегда беру. Чем мне нравится? Холодного, горячего копчения. На выставке продажи также можно будет приобрести икру самого свежего вылова. Рыбка на ярмарке «Икра и рыба Камчатская», что называется на любой вкус и кошелек. Успеть приобрести к столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 5 ноября включительно. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» ждет вас. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.egorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 31 октября по 5 ноября. ТЦ «Премьер». Камчатка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин